Дневники Аркейдж Дневники Аркейдж Дневники Аркейдж На протяжении трёх лет шло закрытое бета-тестирование игры, а совсем недавно состоялся её релиз. Миллионы корейских игроков уже играют в Аркейдж, а для остального мира это одна из самых ожидаемых онлайн-игр. В России её выпустят компания Mail.ru Games, и мы со всей ответственностью подходим к вопросам локализации. Целых пять отделов ежедневно трудятся над тем, чтобы игра была выпущена в России. Ведь локализовать игру значит не просто взять и перевести огромное количество текста. Необходимо создать слаженный механизм по её работе и поддержке. Вот здесь у нас находится так называемый отдел оперирования. Именно тут принимаются все судьбоносные для проекта решения. Каждый день продюсеры, комьюнити-менеджеры, бренд-менеджеры, игровые эксперты, работники службы поддержки принимают решение о том, что, как и когда сделать для запуска проекта. К примеру, идея дневников-локализаторов принадлежит именно им. К слову о техподдержке. Она у нас огромная, однако здесь представлена лишь небольшая часть. Остальные сотрудники работают в Воронеже. А в этой комнате расположились серверные инженеры. Именно они следят за бесперебойным функционированием игровых серверов и прочего оборудования. Здесь собирают, монтируют и настраивают серверы, на которых вы впоследствии будете играть. Но на самом деле всё это сложнее, чем звучит, не будем их отвлекать. Всё, что касается наших сайтов, сосредоточено здесь, в отделе веб-разработки. В настоящее время ребята работают над созданием большого и красивого сайта ArcheAge. То, что есть сейчас, тоже хорош, однако он служит для анонсовых целей, чтобы заинтересованные игроки могли узнать всю основную информацию об игре. А здесь находится арт-отдел. Художники отвечают за разработку графических материалов игры, артов, дизайнов, макетов для её продвижения. Например, дизайн большого и красивого сайта ArcheAge, над которым сейчас работает веб-отдел, был разработан именно здесь. И, наконец, последний, и при этом один из самых важных — отдел локализации. О результатах работы людей, находящихся здесь, проще всего судить вам, игрокам. А о трудностях перевода пускай расскажут они сами. В начале работного проекта мы получаем Localization Kit. Это все тексты игры в том или ином формате, вся графика игры, вся озвучка игры, то есть всё то, что вы видите у себя на мультуре. Затем эти тексты мы разбираем, смотрим на структуру файлов, как они устроены, и передаем их переводчикам. Тексты мы переводим, и по мере готовности определенного процента текстов мы отдаем их разработчикам для сборки первого билда. Это первая версия игры, в которой смешаны русские тексты и тексты от самих разработчиков. В нашем случае это корейские тексты. Необходимо это для того, чтобы понять, насколько красиво в игре смотрится шрифт, насколько верно мы угадали с какими-то подстановками, как вообще выглядит русский текст на этой картинке. После того, как мы получили первый билд, наши редакторы занимаются непосредственно текстом, они перечитывают, редактируют, смотрят, чтобы в тексте не было ошибок, чтобы все имена были верными, чтобы не было разночтения в терминах. Тестировщики же проверяют как лингвистическую составляющую, то есть они отсматривают все тексты на картинке вживую, смотрят за тем, чтобы на экране не было печаток, ошибок, не было каких-то старых версий текстов. Также они проверяют функционал игры, смотрят за тем, чтобы игра, что называется, не падала, чтобы билд стабильно работал, выполнялись все квесты, задания и так далее. Вот этот процесс перевода и редактуры, он, наверное, самый долгий. В общем, думаю, вы уже поняли, что к делу мы подходим весьма основательно. Все-таки догадываемся, как много людей самых разных профессий с нетерпением ждут появления Аркейдж в России. Разумеется, множество игроков уже пытаются играть в корейскую версию Аркейдж. Мы против этого нисколько не возражаем. Наоборот, хорошо, что у игры уже формируется свое прочное комьюнити. Если вы хотите присоединиться к ним, то у нас есть для вас несколько советов, которые пригодятся по ходу приключений. А теперь начнем наш краткий урок корейского. Очень часто перед вами будет стоять подобный выбор. Эти символы означают Принять Отказаться Также на просторах Аркейджа можно встретить подобные выражения. Сейчас сдохну. Иногда вы можете столкнуться с непонятными фразами в чате. Расченендрэй Чертовы русские, нафига вы сюда приперлись? На этом наш первый урок окончен. Надеемся, полученные знания пригодятся вам в игре. Ну а если вы не готовы бороться с региональной защитой, привредливостью корейского языка и его носителей, то смотрите наш цикл сюжетов. Мы создадим уникального персонажа и отправимся в путешествие по трем необъятным континентам Аркейдж. На примере этого героя мы расскажем, почему все-таки стоит ждать Аркейдж и из-за чего все так сходят с ума. На этом на сегодня все. Надеемся, вам понравилось увиденное. Если у вас возникли какие-то вопросы относительно Аркейджа или процесса локализации, то шлите их нам на этот адрес. В следующих выпусках дневников мы постараемся на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok